Всем привет, мои дорогие гитарные дрочеры! Добро пожаловать на мои диванные обучающие видео. Сегодня я вам расскажу, за какое время человек может научиться играть на электрогитаре с нуля, если он берет уроки у преподавателя. Для начала нужно обозначить парочку очень важных нюансов, принципиально важных. Первый. Я ни в коем случае не буду затрагивать вопросы творческие в данном видео, потому что у нас есть творчество и у нас есть ремесло. Это два полюса того, что мы называем искусством. Вообразим себе ситуацию. Берете вы свой хуй, оттягиваете, хорошенько прикрепляете скотчем к стене и заявляете «Дамы и господа, перед вами произведение искусства. Оно носит имя Постбанан». И если ситуация разворачивается благоприятным для вас образом, то публика в восторге. Слышны возгласы «О, да! Это же Постбанан! О!» И вот сквозь разгоряченную толпу к вам пробирается озабоченная 90-летняя старушка, мега-богатая, которая кричит «Я покупаю ваш Постбанан за бешеные бабки!» Красота, не правда ли? Что требуется для того, чтобы создать Постбанан? Три вещи. Стена, скотч, хуй. Сколько времени нужно потратить на создание техники, благодаря которой можно делать такие произведения искусства? Да нисколько. Ноль. Нужен только хуй, стена, скотч. Все. Нужно просто взять и сделать. Творчество это? Да, творчество. Но никакого отношения к ремеслу не имеет. А сегодня мы рассматривать будем именно ремесло. Момент второй. Вы скажете, «Глеб, вот смотри, Моцарт взял в 6 лет и начал хуячить на фоно буги-вуги». Действительно. Бывают люди одаренные, бывают люди талантливые, гениальные, со сверхспособностями, которые могут осваивать то, что осваиваются другими годами за сжатые сроки. И о таких людях сегодня речи идти не будет. Сегодня речь будет идти об обыкновенных людях, коих есть 90,9% в нашей Святой Руси. Итак, приходите вы к преподавателю, спрашиваете, «За какое время я научусь играть на электрогитаре?» Он говорит, «Ха! Я препод охуенный! За два месяца я из тебя сделаю гитариста». В данном случае пиздит нагло, вам пиздит этот господин. Ему следует харкнуть в лицо, например, и будет особенно хорошо, если попадете зеленой соплей, ему, предположим, в ноздрю. За два месяца ничему он вас не научит. Приходите вы к другому преподавателю и говорите, «Вы знаете, я у предыдущего был, он меня собирался за два месяца научить. А у вас как насчет сроков?» Он говорит, «Ха! Два месяца, господи! Ну, наебать тебя хотел! Два месяца никак не проканает. Годик, вот годик надо поучиться и будешь гитаристом». То же самое, господа. За годик, к сожалению, нихуя не получится ни у кого сделать из нулевого абитуриента, так скажем, гитариста. Представьте себя, в далеком прошлом вы закончили школу и поступили в институт. Что произошло с вами через два месяца? Да ничего, такой же шалопай, каким были, такие мы остались. Вы научились, скорее всего, виртуозно выпивать винтом бутылку портяги и прятать бычок, недокуренный в коробок, чтобы на следующей переменке с ним разделаться. То же самое через год. Вы стали охуенным специалистом? Надо полагать, нет. Такой же шалопай, как и был при поступлении в вуз, такой же точно плюс-минус и остался спустя год. То же самое происходит и на занятиях с педагогом по гитаре. За год ученик может только нащупать тот путь, по которому ему следует дальше идти долгие годы. И не просто идти, а усердно въябывать. Представим себе пять лет. Вы выпускник вуза, пять лет вы там дрочились, вы хороший специалист. Конечно, нет. Хуёвый вы специалист. И ни на какую высокооплачиваемую работу претендовать, естественно, не можете. Потому что для того, чтобы занимать какую-то серьёзную должность, ответственную и какой-то результат приносить в своей сфере деятельности, нужно иметь прежде всего опыт в этой самой сфере деятельности. И ещё пять лет нужно продрочиться, находясь в своей профессиональной сфере, чтобы превратиться действительно в специалиста, чтобы научиться делать то, чему вы учились. На это уходит лет десять. Вот так вот, трезво, если взглянуть, лет десять. Каким образом заполнены эти десять лет? Учёба в институте. Вы в девять часов приходите в институт, и дальше пары-пары, хуяри, там, всякие лекции. Таким образом, проходит часов шесть. Потом вы поступаете на работу. В девять часов приходите, в шесть часов уходите. Целый день у вас на это дело уходит. И таким образом вы проводите пять дней в неделю с понедельника по пятницу. В пятницу вы в говно, суббота, воскресенье отходите. И дальше опять с понедельника по пятницу всё продолжается точно так же. Почему-то многим кажется, что если они будут тратить по два часа в день на гитару, то это будет замечательно, прям эффективно, продуктивно. И за два месяца или за год можно сделать таким образом гитариста. Нет, к сожалению, не получится. Если вы будете тратить с девяти до шести каждый день, то через десять лет из вас получится гитарист. Вот, к сожалению, правда жизни такова. Не получится из вас хорошего гитариста раньше, если вы просто обычный человек, а не супергерой. Например, что можно сделать спустя год обучения? Можно выучить какую-то композицию. Будет ли это говорить о том, что вы гитарист? Я бы так не сказал. Всё-таки гитарист – это тот человек, который может сыграть не только одну какую-то композицию, а который может сыграть, в принципе, любую композицию, у которого есть определённый набор техник. И этот набор, применяя к разным сочетаниям нот, то есть из чего состоят композиции, он может таким образом реализовывать своё умение, может выучить программу, может выступить на сцене с этой программой. Он может сделать запись, он может записать альбом, придумать альбом, либо влиться в существующий коллектив. Вот это гитарист. А всё, что до этой стадии, это всё не совсем гитарист. Это такие подготовительные ступеньки к тому состоянию, который я только что описал. Когда я играл на сцене, мне приходилось набирать к себе в коллектив народ. И те люди, которые заканчивали высшее учебное заведение по части музыки, категорически не годились в работники. Это были ещё сырые кадры. Вот после того, как человек годика три хотя бы поработает по специальности, вот это уже человек, с которым можно работать. Даже образование тут не так важно. В области рок-н-ролла образование – это совершенно неважная вещь. Если у человека есть талант, способности и желание, то за лет эдак пять он в своей профессиональной сфере, без всякого образования, в случае рок-н-ролла, он достигает успехов. Конечно, это не касается таких вещей, как классическая музыка, например. Там действительно важно всё то, что даётся человеку на уроках. Но если мы говорим о металле, роке, то нет, неважно. Но, однако, господа, я отвлёкся. Так вот, моя цифра – 10 лет. За 10 лет я даю гарантию, что из человека получится специалист. Гитарист, например. К сожалению, вот так вот. Я думаю, что лучше разочароваться немножечко в самом начале, пока вы ещё с нуля решили осваивать гитару, чем потом разочароваться уже по-крупному, когда вы угрохали на это кучу денег, сил, энергии и времени, и выяснили, что, блядь, я целый год дрочил гитару по два часа в день, я думал, я сейчас буду запиливать ого-го, а на самом деле одну песню разучил, приступил ко второй, и выясняется, что первый раз в первый класс заново нужно дрочить все элементы. И когда же из меня получится гитарист? Такими темпами хуй знает. Так вот, чтобы избежать вот этого глобального разочарования, лучше немножечко разочароваться в самом начале, узнать всю правду именно в тот момент, когда вы берёте инструмент в руки. Однако, вы спросите, может, тогда и не стоит вообще заморачиваться? Может, тогда ну его нахуй? Ну почему же, господа? Если вам доставляет удовольствие занятие на гитаре, то можно заниматься. Почему нет? Если у вас есть уже профессия, которая приносит вам доход, то вы просто хотите отдохнуть таким образом, что берёте гитару в руки и играете музыку. Вам приятно, мне приятно, всем приятно. Вы выступаете в какой-то своей банде на корпорате у себя в конторе, так заебись, всем кайфово. Слушатели кайфуют, вы кайфуете. Поэтому можно осваивать гитару с нуля до любого уровня. Одну песню выучили через год упорных трудов, так и замечательно. Нужно ценить те успехи, которые у вас есть, и не претендовать на какие-то неадекватные цели. Вот мой месседж вам, дорогие мои подписчики. Сейчас наступает минутка агитации. Записывайтесь на уроки по вокалу к Анастасии, ссылка в описании. Подписывайтесь на мой канал, становитесь подписчиками, жмите теребоньку, ставьте лайки, хуяйки, комментируйте это видео. И всех я вас люблю, целую, обнимаю. Да пребудет с вами ятицкая сила. Пока!